Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Евангелие за Божественной Литургией. Евангелие о Самарянке. Евангелие о Самарянке, как и притча о Самарянине, это экуменические тексты Нового Завета, в которых говорится о том, как надо относиться к людям других вер, как их надо воспринимать. Слово «экумена» означает «вселенная». И эта вселенная, она населена не только православными христианами, но есть и римокатолики, и протестанты, есть мусульмане, разделенные на шиитов и суннитов, есть иудеи и представители других религий. Причем Бог промышляет о всем Своем творении. И не только о людях, Он заботится о зверях полевых, о птицах небесных. Каждый, кто рождается в этот мир, он уже находится под покровительством Бога. Как псалмопевец Давид говорит, «Зародыш мой, видели глаза твои». Бог собеседует со всем Своим творением. Как сказано, мы им живем, движемся и существуем. И если бы Бог прекратил бы вести диалог с любой частью творения, она сразу бы прекратила свое существование. Даже люди, которые будут находиться в вечном аду, они не будут лишены общения с Богом, так как им все существует, и без Него ничего не существует. Нас с вами когда-то не было. Но по воле Бога мы возникли. И иногда мы задаем вопрос детям, «А где ты был, пока ты не родился?» Дети не знают, что ответить. Но и взрослые тоже не знают, что ответить. Поистине все происходит по воле Творца. Бог создал нас белыми, черными, краснокожими, желтокожими, мужчинами и женщинами. И Он промышляет о всем творении. Проблема еврейского народа в одни Иисуса Христа. Они были замкнуты на себя. Они проявляли религиозный эгоизм. Религиозный эгоизм – это очень опасное явление, когда человек думает, что его религия дает ему преимущество перед остальными религиями и перед безрелигиозными людьми. Но это неправильно. Религия скорее накладывает дополнительные обязанности. Религия – это не привилегия. Религия – это служение. Как сказано Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. И в Библии со всей категоричностью говорится «Кому сколько дано, с того столько и спросится». И когда-то Бог избрал один народ. Точнее, Бог избрал даже не народ, а одного человека, которого звали Авраамом. И в его лице Бог избрал тех его потомков, которые будут идти путем веры Авраама и подражать его добродетелям. Потому что Христос говорил тем евреям, которые не подражали Аврааму, «Ваш отец – дьявол, не Авраам, а дьявол». И если человек говорит о себе, что он православный христианин, он должен соответствовать этой вере, исповедовать эти принципы. Итак, сегодняшняя Евангелие о Самарянке. И мы читаем, надлежало ему, то есть Христу, проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иакова сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодзя. Было около шестого часа. И приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, и Иисус говорит ей, «Дай мне пить». Кто такие Самаряне? Самаряне – это еретики и сектанты. Движение Самарян возникло, когда произошло Вавилонское пленение, и землю Израиля надо было кем-то населить, чтобы она не одичала, туда поселили Самарян. И прислали к ним еврейских священников, которые должны были их научить, как жить на этой земле. Потому что в понимании язычников каждая земля имеет своих богов. И если человек хочет жить на какой-то земле, он должен почитать богов этой местности. И когда римские легионы приходили в германские леса, первое, что они делали, они приносили жертвы богам этой местности. Этим самым они говорили, мы с богами не воюем, воюем с людьми, а богов будем почитать. Поэтому правители Вавилона направили священников еврейских, чтобы они обучили Самарян, как жить на земле евреев, как почитать бога евреев, но через какое-то время Самаряне прогнали еврейских священников и поставили своих. И они создали свою секту. И уже когда евреи вернулись на свою землю, Самаряне там имели свою религию. У них было духовенство не из колена Левина, а из Самарян. У них было место поклонения Богу не в Иерусалиме, а на горе Горезим. И у них было свое Пятикнижие, которое имело семь тысяч разночтений с еврейским текстом Торы, то есть Пятикнижие. Таким образом, Самаряне это сектанты иеретики с точки зрения и Ветхозаветной Церкви, и с точки зрения Церкви Новозаветной. Кстати, Самаряне есть до сих пор, и они также молятся на горе Горезим, как это было и в древности. И вот Самарянка приходит за водой к колодезю Иакова. Этот колодезь выкопал патриарх Иаков, сын Исаака и внук Авраама. А там сидит еврей, который обращается к ней и говорит «Дай мне пить». И этот еврей был Христос. Как можно было определить в те времена является ли человек евреем? Мы знаем, что Христос имел вид путешествующего в Иерусалим. Поэтому, когда он вошел в одно селение Самарян, они сразу поняли, кто это такой. Еврей, который совершал путешествие в Иерусалим, он одевал на голову талит. Это белое покрывало с черными полосами. Как и сейчас на молитве евреи тоже одевают талит. На голове был кедар, это специальная шапка для молитвы. И концы одежд талита белые нити, пучки белых нитей, в которые вплеталась голубая нить эти белые кисти указывали на святость, белизну заповедей Бога, а голубая нить на небесное происхождение этих заповедей. А так как Христос соблюдал весь закон от начала и до конца, то он все это строго соблюдал. И мы видим, когда женщина, которая была кровоточива, она хотела исцелиться, она прикоснулась к краям его одежды, вот к этим кистям, цицит, так они называются по-еврейски. И он просит пить, потому что ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина Самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Она удивилась, потому что иудеи, они брезговали самарянами. Они считали их геретиками, сектантами, полуязычниками. И в некотором смысле это была правда. Но Господь наш Иисус Христос, Он пришел в этот мир спасать не только евреев. Да, вначале Он говорит, к язычникам не ходите, в города самарянские не заходите, идите наипачи, то есть прежде всего к погибшим овцам дома Израилева. И это правильно. Спасать мир надо начиная со своих родных, близких, родственников. Как и сказано в Новом Завете, кто о своих, а особенно о домашних не печется, тот хуже неверного отрекся от веры. Но когда Христос оканчивает свое служение, перед Вознесением Он говорит, идите и проповедуйте Евангелие всем народам, племенам и языкам. И Он Сам начинает такое служение. Он не гнушается самарян. Да, они еретики, да, они сектанты. Можно сказать, что самаряне это классическая секта, которая возникла из иудаизма. Но Бог ищет спасение для всех. Как сказано, что Бог не хочет смерти грешника. Так же сказано, Бог не хочет смерти умирающего. Бог есть любовь и Его забота обращена ко всем и каждому в отдельности. надо сказать прямо, что Иисус Христос хорошо относился к самарянам. Например, однажды Он рассказал притчу о добром самарянине. Если перевести название этой притчи на русский язык, получится притча о добром еретике или притча о добром сектанте. Это было именно так. И иудеи именно так и восприняли эту притчу. Евангелие показывают, что эти сектанты и еретики были более благодарны Богу. Когда Христос исцелил десять прокаженных, только один вернулся поблагодарить его, и евангелист Лука пишет, «И тот был самарянин». И тот был самарянин. Христос так часто и хорошо отзывался об этих людях, что враги Христа говорили «Ты сам как самарянин». То есть они говорили «Ты сам как сектант, ты сам как еретик» и так далее. и так женщина самарянка удивляется, как он будучи иудеем внешне просит у нее пить, ведь иудеи с самарянами не сообщались. Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий» «Дар Божий» это пророческий дух «И кто говорит тебе дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду жизни». И далее «Всякие пьющие воду сию, то есть обычную воду, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Вода, о которой говорит Христос, это Слово Божие. Как Христос сказал апостолам, «Исчресил ваших потекут потоки вод», так как апостолы проповедовали Евангелие, это сравнивается с потоками вод. Вода имеет свойство очищать, и Слово Божие, когда оно проникает в наше сознание, оно нас очищает, прилагает, преосуществляет из состояния чад гнева в состояние чад Божьих. И Самарянка удивилась, когда она услышала такие слова, она удивилась, и потом Христос рассказал ей все о ее жизни, и она поняла, что это пророк. И что происходит далее? Женщина обращается к нему и говорит, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все, Иисус говорит ей, это Я, который говорю с тобой. Никому Христос прямо не открыл себя как Мессия. Ни иудеям, ни книжникам, ни первосвященникам, ни фарисеям, ни саддукеям, и даже не своим ученикам в некотором смысле, они сами должны были дорасти до осознания того, кто Христос. Но вот случай с самарянкой, с этой еретичкой, с этой сектанкой, ну, в общем-то, неплохой женщиной. Он открыто говорит, это я. Таким образом, он создает прецедент бережно относиться к каждому человеку, независимо от его религии, конфессии, вообще отношения к Богу, ибо каждый человек есть творение Божие. И святитель Иоанн Златоуст в слове о проклятиях пишет, «Еретические учения мы испепеляем огнем веры, самих еретиков любим, как немощных братьев наших, и добрыми делами стараемся обратить ко Христу». В слове о статуях святитель Иоанн Златоуст пишет, обращаясь к тем христианам, которые брезговали общаться с еретиками. Златоуст пишет, «И не говори мне таких бессердечных слов, что у нас нет с ними ничего общего. Ничего общего у нас нету только с дьяволом, с каждым же человеком, живущим на земле, мы имеем даже очень много общего, населяем одну и ту же землю, питаемся одной и той же пищей, получили от Бога одни и те же законы. Поэтому не говори, что у тебя нет с ними ничего общего, ибо это дьявольское бесчувствие, сатанинское бесчеловечие». И ниже Златоуст пишет, «Если в городе осел упадет в яму, все бросаются его внимать. Еретик тот же осел, помоги ему добрым делом, примером, и скоро весь город просияет в виде на вере». Таким образом, и Христос, потом апостолы, и отцы церкви, они научают нас, что мы должны воспитывать в себе чувства ненавидеть грех, но любить грешника, ненавидеть ересь, но любить еретика. Это совершенно необходимо. Иоанн Златоуст настаивает на том, что мы должны считать еретиков братьями. Если они крещены во имя Троицы, веруют в Христа, то они наши братья. Заблудшие братья, пишет Златоуст, оступившиеся братья, заблудившиеся братья. И Блаженный Августин в своих толкованиях на Псалтырь пишет, если человек читает молитву Отче Наш и называет Отцом того же Бога, которого и мы называем Отцом, Он нам брат. Может быть, Он принадлежит к такой ереси, где нас православных не считают братьями и перекрещивают, но пока они читают молитву Отче Наш, они все равно наши братья, хотя они нас таковыми не считают и не признают. И в посланиях апостола Павла есть слова, что если мы встретим каких-то заблудших, которые не признают апостольских авторитетов, то мы не должны считать их за врагов, а вразумлять как братьев. То, что мы братья, об этом свидетельствует и происхождение всего рода человеческого от одной крови первого человека Адама, который является отцом всем нам. И сегодняшнее Евангелие это обращение к твоей и моей совести никем не брезговать, никем не пренебрегать. Да, мы не можем молиться с ними вместе, это так. Да, мы не допускаем их к таинствам и сами не участвуем в их обрядах. Но мы должны думать о них хорошо. Если Христос в притче о добром саморенении ставит нам пример еретика и сектанта, это о многом говорит, о многом. Господь Иисус Христос пришел в этот мир спасать всех. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные все и я успокою вас. Почему еврейский народ не принял Христа? Потому что они ждали Христа Мессию только для себя. в то время они находились под римским владычеством и они ждали Христа как военно-политического лидера, который придет, свергнет власть оккупантов и поставит евреями, царями и священниками над всеми народами. Но когда Христос пришел, он увидел, что и сами евреи, и римляне, и греки, и скифы, и варвары все находятся в худшем рабстве, чем рабство римское. Все находятся в рабстве страха смерти, в рабстве греха и в рабстве у дьявола. Поэтому когда Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, он имеет ввиду труждающихся над дьявола, обремененные грехами. И он не делает разницы между нами. Человек может принадлежать к любой расе. Помните был такой спор несколько месяцев назад, может быть побольше, был ли Иисус Христос черным. И негры, которые сбунтовались в Америке, они требовали, чтобы его перестали изображать белым. На самом деле Иисус Христос он и черный, и белый, и красный, и желтый. Потому что после того, как он воплотился как истинный Бог и истинный человек, он стал сателесником каждого из нас, как пишет Григорий Низкий. В своем божестве он единосущен Богу Отцу, в своем человечестве он единосущен каждому человеку, живущему на земле. Имеем ли мы православные преимущества? Да. У нас есть спасительные таинства, которых не имеют другие. Но почему Господь нас избрал? Может быть потому, что мы лучше всех остальных? Евангелие говорит нет. Помните притчу о званных? Когда их пригласили на брачный пир, званные это еврейский народ? Но каждый из ванных нашел отговорку. Один сказал, я купил поле, другой говорил, я купил валов, третий что-то еще, и они не пошли. И тогда было сказано, собирайте кривых, хромых, убогих, и ими наполняйте пир. И вот мы христиане, мы не лучше других людей, а может быть наоборот. Мы те самые кривые, хромые, убогие, которых Бог собрал. Как апостол Павел пишет, кто вы избранное? Мало из вас что-либо значущее, но Бог избрал ничего не значущее, чтобы посрамить значущее. И чтобы никто не гордился и не превозносился. Поэтому наша миссия проявляет заботу и радушие по отношению к каждому человеку. Особенно если это наши соседи по подъезду, не забывайте здороваться с ними. Особенно если это товарищи по работе, относитесь к ним со вниманием. Как и Христос в Нагорной проповеди говорит, и так досветит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. То есть мы больше проповедуем не словами, а делами, то есть самим отношением к людям мы показываем кто они для нас. Каждый человек это икона Бога, ибо Бог создал человека по образу и подобию своему, а образ по-гречески икона. Но, как я часто говорю в таком случае, иконы нуждаются в реставрации. Многие иконы почти разбиты. Их надо восстанавливать, их надо реставрировать. И церковь это и есть та самая мастерская, в которой восстанавливают, реставрируют эти разрушенные образа. У вас есть дети, у вас есть внуки, вы трепетно относитесь к ним, и церковь призывает образовывать их. И вот это слово образование, оно происходит от слова образ. Это религиозное представление о том, что если Бог создал всех по образу своему, значит, воспитание ребенка это образование, чтобы образ Божий всецело раскрылся в нем. Поэтому не будем смотреть на человека, как сейчас смотрят через прицел автомата. Это украинец, это русский, это белорус, это чеченец, а это американец, а это японец, а это француз. Дьявол, он хочет сеять нас как пшеницу, чтобы мы враждовали друг против друга. Но закон Христов учит нас одинаково хорошо относиться к людям. И самарянка обрела спасение, она исповедала Иисуса Христом, она прибежала в свое селение, она весь город свой взволновала, что там пророк сидит у колодеза Яковля, и люди вышли из этого города самаряне и пригласили Христа к себе, и он два дня провел в этом городе, научая и наставляя их на всякую правду. Итак, сегодняшний Евангелие это очень важный призыв к совести каждого верующего человека относиться по-христиански к окружающим людям, как протерея Сергий Булгаков в своей книге «Православие» пишет, из всех религий истинное христианское, из всех христианских направлений истина православие, но Бог избрал нас не потому, что мы лучше других, а наоборот. И если Господь поднял нас из ада прежней жизни, то будем помогать другим, а не расталкивать их локтями, как иногда, когда в храме раздают освященную воду, ситуация начинает напоминать рынок, где каждый рвется быстрее завладеть драгоценной жидкостью. Апостол Павел, это последнее, что я скажу, апостол Павел в послании к римлянам пишет, что благодать и апостольство мы получили не только для себя, благодать и апостольство мы получили для того, чтобы покорять вере народы, среди которых находимся и мы. Итак, будем солью этого мира, который осоляет мир и предотвращает гниение. Будем светом для этого мира, который освящает этот мир, отражая свет Христов. Будем для всех всем, ибо христианин это и есть человек для других людей, а не вещь замкнутая сама в себе и сама на себя. С праздником! Продолжение следует...